В Югре представили нового начальника окружного ОМВД. Указом президента России им назначен полковник Сергей Витохин, возглавлявший до этого полицию Ставрополя. Сергей Витохин родился 4 декабря 1979 года в Ставропольском крае. В 2002 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности юриспруденция. А в 2013 году Академию управления МВД России. В органах внутренних дел Сергей Витохин с 2002 года. Представляя нового начальника, глава МВД России Владимир Колокольцев отметил наиболее актуальные задачи, которые стоят сегодня перед полицией. Это, помимо прочего, противодействие незаконной миграции и предупреждение правонарушений со стороны иностранцев. Борьба с киберпреступностью и усиление антитеррористической защищенности. Спасибо вам за оказывание мне доверия. Заверяю вас, что я привожу все силы, знания и накопленный мой опыт для укрепления общественного порядка, повышения защищенности граждан, общества и государства, преступников и противоположений. Работаем над выполнением этой задачи командно в соответствии с соглашением правительства автономного округа и Министерства внутренних дел России. Сегодня на заседании правительства были утверждены очередные три соглашения по разным направлениям деятельности. Югорские силовики задержали подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, еще в 2018 году 45-летний уроженец Башкирии создал интернет-магазин оружия и аксессуаров к нему. На витрине торговой площадки он публиковал скачанные из интернета фотографии различного оружия, а цены на несуществующие товары устанавливал ниже рыночной на 30%. Покупатель, выбрав необходимую позицию, должен был отправить администратору персональные данные и номер телефона. Через некоторое время подозреваемый созванивался с ним, представлялся менеджером магазина и убеждал нести предоплату, обещая отправить заказы транспортной компании. После того, как потерпевший переводил деньги, аферист просто обрывал связь с клиентом. Таким образом, с 2018 года ему удалось обмануть не менее 30 человек. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре установили причастность 45-летнего жителя города Стерлитамак к совершению серии мошенничеств, в том числе на территории Югры. При содействии коллег из Росгвардии подозреваемый задержан по месту своего жительства в Башкирии. По месту его жительства изъята компьютерная техника, сим-карты, телефоны и банковские карты различных кредитных организаций. Фальшивые интернет-магазины прекратили свою деятельность. Особые подушки для раненых бойцов начали шить нижневартовские волонтеры. А также учить мастерству их изготовлению всех тех, кто может и хочет присоединиться к доброму делу. Накануне на таком мастер-классе побывали студенты Нижневартовского социально-гуманитарного корпуса. Подушки шьют в форме косточки. Их подкладывают в госпитале раненым бойцам под спину, шею или конечности, чтобы у лежачих пациентов не образовывались пролежни. Нижневартовские волонтеры уже отправили более 150 штук таких подушек. Но потребность в подушках большая, так как если на них попадает кровь, их утилизируют. Ткань используют хлопчатобумажную либо фланель, а для наполнения синтепон. У нас реализуется проект оказания помощи госпиталям. Мы ездим не только в ротации, помогая мирному населению, мы еще ездим и работаем в госпитале. Все наши мастер-классы реализуются, исходя обязательно из каких-то конкретных задач, из конкретных пожеланий. Потому что мы не просто сами ездим туда, там работаем. Мы поддерживаем очень тесную связь с медицинскими работниками.